Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Как мир слышащих взаимодействует с миром глухих? Как эта тема отражается в творчестве и в кино? Об этом говорим сегодня. В нашей студии много гостей. Это режиссер фильма «Танцы в тишине» Эдуард Габидуллин, продюсер Ольга Малинина, переводчик русского жестового языка Марина Ухмакова и актриса, главная героиня фильма «Танцы в тишине» Екатерина Петрова. Здравствуйте! Добрый вечер! И первый вопрос все-таки к режиссеру, потому что я считаю главным человеком режиссера. Что из себя представляет ваша студия «Юниголд»? И есть ли специфика? Какие фильмы вы производите? На чем-то специализируетесь? Или темы обширные? Ну, мы специализируемся, конечно. Мы специализируемся на, если так сказать, глобально на будущем нашей страны. Так, интересно. Уже такой подход глобальный сразу. Ну, да, не все это можно сразу увидеть, но основной зритель нас кто? Отсюда подход первый, да? Основной зритель нас все-таки это наше подрастающее молодое поколение. От семи и, ну, до восемнадцати, грубо говоря. И что важно для этой аудитории, вот такого возраста? Вот. Важно как раз, ну, мы считаем, что основные, как бы, критерии, которые даже вот в наше время треклятое его клянут многие советские времена, было очень хорошо в этом плане, ну, как бы, развитие государственной политики было очень... Выстроено, вся работа организована. Да, достаточно так организована. Вот, потому что работа с поколением, с подрастающим, она, ну, как бы, внимания уделялась. В данный момент это только начинает обороты принимать какие-то... государство как-то начинает смотреть в эту сторону, вот. Но, так как у меня все-таки четверо детей, и я знаю, что, как бы, дальнейшая их жизнь будет зависеть во многом от меня, что я им смогу дать как родитель. Да, в общем, вы от общего переходите к частному. Да, а это все перетекает отсюда туда, оттуда сюда. Поэтому каждый фильм, который мы снимаем, он что-то несется, да? И тогда вот такой еще вопрос. Почему вот последний фильм «Танцы в тишине» именно о людях, которые не слышат? Что явилось причиной? Ну, потому что это... Причина для того, что мы уже это второй фильм снимаем с глухими детьми, вот. И я, когда первый фильм снимал, с ними столкнулся, я увидел, что для них наш мир, он, ну, другой. Вот. Они его видят и понимают немножко по-другому. Они в нем живут по-другому. И для них он, ну, в чем-то тяжел. И поэтому, когда снимали вот второй фильм, я уже поглубже к ним стал присматриваться. Вот. Они имеют какую-то жажду, омщение. Вот. Чтобы вот эти два мира не разделялись, да? Вот какой-то объединяющий фактор должен быть. И вот поэтому какие-то моменты... Даже фильмы специально встраивались. Они даже как бы... В сценариях их не было. Я их встраивал в моменты, чтобы именно взаимодействие между глухими и слышащими. Потому что это два совершенно разных мира. Я больше, чем уверен, там, 90% слышащих никогда не сталкивались прямую с глухими. Понятно ваша позиция. Я хочу напомнить телезрителям, что у нас прямой эфир. Ваши вопросы нашим гостям вы можете задавать по телефону 202-11-22. Звоните, если вас интересует эта тема. И у вас есть практика общения с людьми, которые не слышат. Расскажите об этом. Ольга, в чем главная задача продюсера, который вот такой фильм о такой проблеме теме продюсирует? Почему вы взялись за это дело? Ну, для меня сама тема интересная. Вот действительно, когда мы первый раз пообщались и пообщались вот со школы-интернатом для глухих детей. Увидели, как они работают, как они тонко и трепетно подходят к этим ребятам. И нам захотелось развивать эту тему, потому что на эту тему, ну, фактически нет фильмов. Вот недавно один документальный фильм, достаточно большой, вышел. До этого еще... А вы помните «Страна глухих» какой фурор произвел вот этот фильм? Значит, тема актуальна, да? Она, конечно, она, конечно, актуальна. И потом еще, знаете, есть какой нюанс. Вот через что можно пробудить в людях милосердие, да, какую-то заботу о ближних? Через острые такие какие-то моменты. Вот нужно вскрыть вот эти вот вещи, чтобы даже к своим вот близким людям пробудить вот эти вот чувства. Поэтому вот мне нравятся такие темы. И мы как бы донесли эту информацию до нашего Министерства культуры. Вот. И вот мы участвовали в конкурсе грантов губернатора Самарской области. Нам выделили вот этот вот грант вот под эту тему. На производство такого фильма. Да, потому что все осознали, что тематика, она достаточно сложна, и ее нужно, нужно в мир выдавать. Вот. Ну и вот эти съемки мы осуществили. Давайте посмотрим фотографии как раз со съемок, и вы можете прокомментировать их и рассказать. В какое время снимались? Мы летом снимали, в августе месяце, хотя период действия, которые происходят в... Это съемки или нет? Это тоже съемки. Процесс съемочный, да? Да. Первый кадр это были титры мы снимали, потому что нас там пантомим. Вот это вот наш тоже второй главный герой Михаил Гришухин. Он студент нашего института культуры. Это тоже такая у него харизматичная внешность. Да, 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 сразу видно, артист. Вот сразу видно, что у него есть режиссер. Вот это вот мы как раз около института культуры снимали. Это вот сцена, где мы показываем, вот Катя, она по сценарию является студенткой. И это же ведь очень сложный момент для глухих ребят обучаться в вузах. А эта история, она взята из реальной жизни. Вот Марина Валерьевна рассказывала, что один из их учеников, он учился в университете. И так как он не слышит, он сидел все время и у своей соседки списывал все лекции. А в результате они поженились. И несчастливая семья. Вот, понимаете? Понятно. Вот позвольте уточнение такое. В фильме артисты и слышащие, и не слышащие. Да. Вы специально, чтобы показать это взаимодействие. Вот Ольга сказала такую интересную мысль, чтобы достучаться, нужно сильное впечатление. Вы как режиссер, конечно, все это знаете. Какие сильные акценты вы в этой работе использовали, чтобы вот этот результат получить? Чтобы достучаться до сердец, до душ, показать, что не всем живется так хорошо и просто. Ну, скажем так, я бы хотел, чтобы эти акценты каждый для себя увидел там сам. Вот. И сейчас вот рассказывать, что вот я вот здесь хотел, вот я вот тут хотел. Ну, это немножко как бы не то. Понятно. Да, да, да. Каждый художник не расшифровывает. Да, потому что человек может увидеть даже то, что он даже, ну, как бы он... Что даже вы не закладывали. Нет, я закладывал, возможно, и такое может быть, да, вполне, вполне может такое быть. И очень многое так происходит, там, человек снимает одно, а потом, когда его начинают разбирать, скажут, о, и ему, значит, приписывают там, что он там даже сам не видел. Вот. Поэтому это один из вариантов, да, что сейчас вот покажу, и человек будет конкретно только на это смотреть, да, а он другое может не увидеть. Вот. Поэтому лучше эти вещи не... Да, да, да. Согласна с вашей позицией, что... Катя, расскажите, как вы стали актрисой? Когда и кто... Вы почувствовали в себе актерские вот эти способности? Либо кто-то заметил и вам об этом рассказал? Ну, я училась в школе для глухих детей, хотела заниматься жестовой песней. У меня это сначала не получалось. Опять пошла в жестовую песню. Начала больше заниматься хореографией, в театре мода стала актрисой. А потом вот мы встретились с Ольгой Эдуардом, они пришли к нам в школу, вот. И они говорили, что объявили кастинг, ребят. Мы собрались в актовом зале, они показывали нам какие-то, ну, моменты надо было показать актерские. Вот, я выразительно очень показывала какие-то элементы. Да, мы сейчас уже видим выразительность. И потом меня выбрали по кастингу. Вот, и начали... Когда первый фильм снимать, было очень сложно. То есть надо было, допустим, одномоментно показать какую-то грусть, печаль, радость, удивление. Но в течение времени, конечно, у меня стало получаться. Прошло время, и вдруг меня приглашают на второй фильм. Я очень сильно обрадовалась. И второй фильм гораздо, конечно, было легче снимать. Все, сняли отлично, успешно. Молодец, умница и красавица. Очень выразительные черты, да. Очень что важно для актрисы. И очень приятно, да, что мы вот с такой актрисой сидим. Потому что я уже, открою секрет, я просмотрела этот фильм, оценила актерское мастерство артистов. И вот второго героя тоже очень артистичная внешность, способности. И я сейчас предлагаю посмотреть, кстати, фрагмент, чтобы мы уже знали, что обсуждать дальше. Давайте его посмотрим. Когда мечта готова раствориться, Когда зло звучит, как пустота, А вы мне почему не хлопаете? По-вашему, я не достоин, да? Я к тебе со всей душой по-человечески открыт. Равнодушная, никакая, глухая. Ты что, ты не знал? Они же глухие. Ну вот как раз этот эмоциональный акцент, да, непонимание. Вот уже увидела вот руку режиссера, который хотел вот эту почти конфликтную ситуацию создалась. И вот специально, да, чтобы понять вот этот накал, который существует. От этого реально же есть такое, да, непонимание? Конечно, это два мира совершенно разных. Я говорю, что вот даже в автобусах, когда люди встречаются с глухонемыми, ну, даже подсознательно человек пытается отстраниться от этого. Ну, я просто наблюдаю вот за этими действиями, вот. И поэтому здесь, наоборот, хотелось вот это и показать вот эту большую разницу, насколько мы, слышащие, не можем понять их, как они живут, вот. Потому что, ну, некоторые, конечно, делают так, чтобы понять его. Берут, там, значит, себе уши затыкают, да, в берушах ходят. Вот, чтобы понять, как это так, вот ничего не слышать. Ну, вот я этого не делал, вот. Ну, мне просто ребята очень много помогают. То есть я за ними наблюдаю их общение на съемочной площадке, и особенно в момент перерыва, когда я смотрю за ними, там, вот они там берутся, и вот они там. Обсуждают, обсуждают. Друг другу рассказывают, там, вот так надо, вот так надо. Потому что иногда бывает так, что переводчиков нет на съемочной площадке, и мне приходилось одному с ними общаться и рассказывать, что нужно, как сделать. Да, да, да. А так как нет языка, да, вот, звучания, то им же приходится усиленно работать, да, усиленнее выражать эмоции. Поэтому артистов, наверное, много среди вот неслышащих людей, потому что они показывают, демонстрируют все время, им некуда деваться. Ольга, у вас уже не первый фильм, вы выступаете в роли продюсера. Мне хочется узнать, к чему приводит, вот если так сформулируется, ваше продюсерство, есть ли какие-то успехи, да, и в частности каких-то фильмов, чего они добиваются, достигают? Ну, во-первых, все наши фильмы, мы их активно проводим в жизнь, да, чтобы их увидело как можно большее количество людей. Вот, начинается, вот если, допустим, брать прошлый фильм «Любовь понятная», без слов, начинаем мы обычно с кинофестивалей. То есть сначала у нас фильмы участвуют на различных кинофестивалях. Вот, и мы стараемся максимально их продвинуть на большое количество кинофестивалей, где они по формату подходят. Вот, и у нас этот фильм, он участвовал где-то, наверное, в семи кинофестивалях. Вот, и вот две награды у нас есть. Вот, один кинофестиваль – это «Свет миру», молодежный кинофестиваль, а второй – специализированный кинофестиваль «Ты не один». Вот, он для как раз вот людей с ограниченными возможностями. И вот мы взяли главный приз вот в этих кинофестивалях. Ну, а дальше уже мы начинаем это продвигать через телевидение и, естественно, в интернете. Вот у этого фильма, у первого нашего, да, сейчас уже больше 350 тысяч просмотров. Хорошая цифра, да. И он показан уже на более чем 50 телеканалах. Это различные телеканалы, региональные, федеральные. Вот особенно сейчас, как раз в канун Всемирного дня инвалидов, все с удовольствием показывали этот фильм, потому что таких фильмов, ну, очень мало. Вот, про людей, с участием людей, с ограниченными возможностями. Тем более, игровых фильмов. Вот, документальных много снимают, да, а вот игровых фильмов их практически нет. Вот я упомянула уже «Страну глухих». Вот какое влияние, вот действительно, перевернул сознание фильм. Сколько смотрело людей, сколько людей заставило это задуматься о проблеме. На самом деле, как раз вот хочется поговорить о роли искусства, творчества, в том, чтобы люди понимали друг друга. Это основная, наверное, задача. А особенно важны дети, потому что вот так как мы специализируемся на детских фильмах, да, и, допустим, телезрители нашего канала в интернете – это в основном дети, вот для меня что всегда важно – обратная связь. Вот когда выкладывается фильм в интернете, и сразу идут тысячи-тысячи просмотров, они же это комментируют, вот. И то, как они проникаются к теме, вот, к этой, и они задают вопросы, а действительно ли они глухие? Потому что глухого может сыграть слышащий человек, да, изобразить глухого. Но мы специально там пишем, что это все ребята, вот они не слышащие. Они задают вопросы, уточняют, потом начинают восхищаться, начинают сочувствовать, сопереживать. Вот, и если кто-то вдруг, например, что-то некорректное скажет, неадекватное, скажем так, да, то его заклюют сразу, я не удаляю даже такие комментарии, потому что даю вот эту вот возможность, чтобы они между собой тему обсудили, прожили ее. И вот этот вот процесс, он тоже очень важный, как именно дети к этому относятся, потому что они же взрослеют, они выходят в эту жизнь, и как они будут взаимодействовать, вот это вот уже важно. Хочется поговорить и с Мариной, конечно, она занята при деле, и все-таки. Вы сколько лет уже работаете с неслышащими детьми, подростками, молодежью? Ну, я, наверное, уже когда-то говорила, что я из семьи глухих, вот, а работаю с детьми уже 28 лет. 28 лет. Ну, это еще только 28 лет, наверное. Вот за эти годы, что меняется в вашей работе? И вот, знаете, что хотелось бы услышать, какая специфика работы, и какие сильные стороны у глухих людей? Потому что мы знаем, что если человек чего-то лишается, то Бог ему дает в чем-то другом больше. Вот что вы обнаружили за все это время? Потому что я знаю, что вы отдаетесь работе, и очень много работаете с такой большой отдачей. Ну, я думаю, что за эти 28 лет, ну, для меня глухой человек не изменился совсем. То есть, да, мы все стали, как общество, более современнее, более компьютизированнее. Но сам человек, для меня глухой, совсем не изменился. То есть, он как есть цельный. Как он не слышал, так он не слышал. Да, как он не слышал, так он и остался не слышащим, к сожалению. Потому что вот, когда мы снимали фильм, я много говорила о том, что все равно. Не хватает в газелях какой-то строки, кнопочки. Не хватает в университетах и в колледжах, где ребята учатся, бегущей строки. Но все равно это вот, хотя много делается в этом направлении, но все равно не хватает. Вот хотелось бы, чтобы, наверное, в этом направлении больше все-таки было внимания. Что вот люди не слышат, и если автобус едет не в том направлении, хотелось бы, чтобы они были информированы об этом. И вот вы хотите как раз через творчество тоже подойти, чтобы проблемы решались. А как раз было много, что оказано того, что из жизни случилось. Мы сценарий как раз и формировали фактически из случаев, из жизни. Кладывали туда моменты, именно из жизни, то есть они непридуманные. Именно вот даже ситуация, вот как бы у нас там есть такая небольшая драка, то есть конфликт вот этот вот в фильме, вот это тоже взято из жизни. То есть такое же в жизни было, что там люди попросили прикурить, закурить, вот они не слышат, никак не отреагировали, ну и произошел конфликт, драка. Вот этот эпизод тоже мы включили именно в фильме. Мы вообще старались взять то, что в реальности, то есть непридумываемое. Вот раньше вы вспоминали про советское время, но мне кажется, там все-таки грешили режиссеры тем, что навязывали мораль, все было так вот правильно, чтобы донести вот так, так, так нужно делать. Вот так вот воспитать, да. То есть вы не сторонник того, чтобы вот эта мораль так вот считывалась, навязывалась. Она не должна быть. Она не должна быть навязчивой. То есть вы отражаете вот то, что есть в жизни. Каждый человек должен как бы сам сделать вывод. Не делать за него вывод и сказать, что это правильно, вот это хорошо, вот это здорово. А вот это неправильно и так делать нельзя. Надо ему дать шанс. Вот Ольга Владимировна правильно сказала, она говорит, даже я плохие комментарии не удаляю, потому что реакция других людей на нее, она показывает, что общество из себя представляет. Ну, по крайней мере, общество детей. Объективная оценка вот того, что происходит. Да, конечно. Это не то, что мы можем. Мы можем удалить все плохие комментарии. И что дальше? А вот когда люди реагируют уже сами, дети даже реагируют на эти комментарии, что кто-то там скажет, да, это ерунда, там ему там выдадут такую петицию и все, и больше он, значит, таких не пишет. Да, да, да. Вот это важно. Давайте посмотрим еще один фрагмент, чтобы, может быть, обсудить еще один эпизод. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, оказалось, что это фрагмент из другого фильма, но тоже вот фильм ваш, Эдуард, да? Да, это первый наш фильм. И я даже заметила связь между первым и вторым фильмом, что ключевое там все-таки любовь, отношения молодого человека, девушки, да? Ну, это основная, это стержень нашей всей жизни, вообще усердно причем. Вот, поэтому... Ну, вот этот фильм, он чем вообще, то есть изначально, когда мне предложили такую тему, как бы рассмотреть, вот, я сказал, хорошо, отличная тема, но при одном условии. Там не будет показано, как тяжело жить глухому человеку. Это все, везде избито, вот это все. Вот именно вот этот первый фильм, он был легкий. Вот в этом плане он именно никак не затрагивался. Потому что даже некоторый фильм заканчивался, и только в конце фильма понимали, что дети глухие. Там фильм бессловесно был снят. То есть там не нужны были слова, там все на жестах, на эмоциях, на действиях. И слова там не нужны были. И только в конце фильма все понимают, что они, оказывается, все дети там глухие. Некоторые спрашивают, да нет, они что, правда все глухие? Ну, в комментариях. Да, там ни одного слышащего человека. А, вру, один был слышащий человек в массовке, в коридоре, он там сидел на заднем плане. Свет носил, и вот я его посадил, и говорю, сядь там. Вот единственный слышащий человек во всем фильме. Остальные все глухие актеры были. Мне с ними понравилось работать. Очень ответственные люди. Ну, у них есть еще, конечно, своя беда. Они очень быстро устают. Очень быстро устают. Поэтому надо на это, конечно, учитывать, когда устраиваются. Хотя вот по Кате этого не скажешь. Она очень работоспособная. Это нет. Не все. Катя, вы хотите продолжать свою актерскую карьеру? Или достаточно уже сыграла в двух фильмах? Нет, ну, если мне предложат, я, конечно, если бы, конечно, какой-то он подлиннее был. Не короткометражный. Хочется даже. Да, но это хорошо. Потому что стремление, это всегда похвально. Если вы почувствовали вкус, проявили свои способности, их оценили, то это всегда замечательно. И желаем вам успехов, чтобы все было хорошо вот в этой должности. В общем, еще хотелось бы все-таки вернуться к проблемам, которые все-таки хотелось поднять, и к механизму их реализации. Что тут не просто вот показали романтические какие-то истории, еще что-то. Вы же чего-то, наверное, какие-то цели больше, чем вот просто фильм, показ фильмов ставите перед собой. Тем более, если люди занимаются продюсерством. Вот кто заинтересован в том, чтобы эти фильмы были увидены, показаны, услышаны, то, что там вот... Ну, вот знаете, мне кажется, что еще у нас вот как бы государственная политика в этом отношении, она не очень простроена. Вот что касается, допустим, детского кино. У нас снимаются какие-то детские фильмы, Министерство культуры их финансирует. Но я вот когда разговариваю в школах, например, заучим, потому что мы постоянно взаимодействуем с системой образования, я говорю, ну, а вот вы с детьми смотрели вот такой вот фильм или вот такой вот фильм? Не видели этих фильмов? То есть у нас даже, несмотря на то, что снимаются какие-то фильмы, не выстроена система показов их и в кинотеатрах, и на телевидении. Мы на кинофестивалях тоже разговаривали с различными кинорежиссерами, которые именно детским кино занимаются. Все сталкиваются с этой проблематикой. Сняли фильм, что дальше? Дальше, ну, прокатили по кинофестивалям. Это достаточно узкая аудитория. А чтобы вот на телеканалах постоянно-постоянно, и у нас как-то и нет даже таких телеканалов, где бы вот российское кино как-то показывалось. Очень много зарубежных детских сериалов идет, мультфильмов много, а вот игрового кино мало как-то показывается. Вот. И мы вот со своей стороны, мы пока что это делаем как свою собственную инициативу. То есть каждый год ездим на выставки, на телерынки, заключаем договора с телеканалами, чтобы показывать, показывать, показывать. Бесплатно отдаем свой контент, который мы производим, лишь бы только его показывали. Потому что эффект получается только тогда, когда это детям в голову заходит. И детям, и их родителям. Вот. И когда это, ну, постоянно капает, капает по капельке. Вот. Потому что у нас-то на самом деле много фильмов. Мы же, кроме того, что вот снимаем такие специфические фильмы, как вот с глухими ребятами сняли два фильма. У нас есть один фильм со слепой девочкой мы снимали. Вот. Основное количество фильмов, конечно, с обычными детьми. Их у нас уже там короткометражечка этих маленьких больше трехсот. Два полнометражных фильма детских. Вот. И вот важно, чтобы их смотрели, пересматривали. Потому что в каждом фильме заложена какая-то мысль. Ну, вот. И когда они это в себя пропускают... Как раз то, что мы потеряли... Вот говорил Эдуард про советское время. Раньше этого было много, да? Да. И там же была специальная политика. Там дидактика была разработана. То есть чему учить, как учить. И кино один из инструментов обучения был. Вот. И сейчас мы, слава богу, уже подходим к каким-то там национальным. Идеям, да? Понимание ценностей российских. Но вот еще на подрастающее поколение пока не выстроена эта политика вот на дидактическом уровне. Вот. Ну, мы на своем таком уровне пытаемся это делать. Вот. Если кто-то на это обратит внимание и заметит, будет, конечно, здорово. Но вообще, я думаю, что это вот в будущем, конечно, мы к этому придем. Ну, давайте, чтобы заинтриговать зрителей, чтобы они посмотрели и добавили еще тысячи просмотров вашему фильму «Танцы в тишине» режиссера Эдуарда Габидолина. Еще один фрагмент, он последний. Надеюсь, он будет из этого фильма в этот раз. Давайте посмотрим и будем уже прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok И снова актриса Катя, но фильм другой, опять же, оказался. Но ничего страшного, потому что дело, оно состоит из... Еще больше заинтриговали. Да, еще больше заинтриговали, поэтому нужно найти обязательно в интернете, в социальных сетях фильм «Танцы в тишине». Режиссер Эдуард Габидуллин, продюсер фильма Ольга Малинина. Прекрасный у нас сегодня, я уже подхожу к финалу, переводчик русского жестового языка. Очень трудная, сложная профессия, потому что нужно быть посредником, помощником. И дай бог, чтобы все это оценивалось, очень трудно. Потому что у переводчиков простых, им даже вот запрещается больше какого-то времени работать, да. А вы еще и с жестами, и с переводом, то это большое напряжение. И хочется вот отдать дань вам действительно уважения за эту работу. И пожелать успехов в продвижении вот этой темы, чтобы наши сердца раскрывались, чтобы мы... Ну, пусть у нас и время сложно, но много списывают. Вот у нас трудное время, да. Но не нужно на это списывать все. Это жизнь, нужно жить просто вот здесь и сейчас. Да, и вот на этой философской ноте, что нужно двигаться, делать добро. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое за участие в программе. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.